Маленькая дочка, она такая вся, вот всем интересуется, все у мамы спрашивает, говорит, мам, мам, а что это? Дозя, это тампоны. А что с ними делать? Ну, понимаешь, Дозя, ну, их вставлять надо. Ой, мам, а куда их вставлять? Ну, как тебе объяснить, Дозя? Ну, короче, их вставляют туда, откуда берутся дети. Ваиста, что ли? Моня заходит на кухню и до мамы говорит, мам, мам, что? Мам, а можно я возьму конфетку? Мама посмотрела на стол, говорит, Моня, только через мой суп. В классе учительница говорит, дети, у нас завтра контрольная, чтобы все были. И Вовочка решил зарисоваться, говорит, Марья Ивановна, а если вот вдруг, завтра, я буду сексуально утомлен, а? Что делать? Ну, так будешь писать другой рукой, Вовочка, понял? Танечка с Вовочкой играет в прятки. И Вовочка говорит, Танечка, а давай так, если я тебя найду, я тебя трахну. Она говорит, хорошо, а если не найдешь, я буду за шкафом. Мужик приходит в детский сад забирать сына. Ну, и взял мальчика, одевает его. Тут подходит воспитательница, говорит, простите, пожалуйста, молодой человек, но это не ваш ребенок. Ну, что за люди? Вот мало того, что все соседи судачат, так и вы туда же. Пробегает Фима домой и кричит, мамы, мамы. Говорит, что, Фимочка? Я таки подружился с прекрасной девушкой. Говорит, Фима, сынок, с девушками не надо дружить. Это их не развивает как женщину. Женщина в магазине спрашивает продавца, скажите, а сосиски поступили? Говорит, да, сегодня поступили. Она отвешивает подзатыльник своему сыну, говорит, видишь, адиот, даже сосиски поступили. Подходит маленькая девочка к папе и говорит, папа, папа, а Ленин какал? А, знаешь, доченька, конечно, какал, но как-то добрее, честнее, что ли. Доча тянет папу в магазин за рукав и говорит, папа, папа, я хочу большую Барби. Доча, я тоже хочу большую Барби, но мама не разрешает. Мам, что? Мам, ну что? Скажи, я красивая? Спроси у своего парня. У какого парня? Вот именно. Мария Ивановна дает детям задание придумать предложение со словосочетанием, как я, собственно, и ожидал. Придумали дети? Да, да, все тянут руки. Ну, давай, Петенька. Папа приехал из командировки и привез мне сувенир, как я, собственно, и ожидал. Ну, молодец, пять. Давай, Танечка. Мама получила зарплату, и мы завтра идем кушать мороженое, как я, собственно, и ожидал. Молодец, Танечка, пять. Вовочка, ты придумал? Придумал. Ну, говори давай. Катька Воронцова из параллельного класса отлично делает миньет. Что? Вон из класса, чтобы завтра с родителями пришел. Ну, вот, как я, собственно, и ожидал. По телевизору идет Олимпиада. Папа с сыном сидят, смотрят. И как раз происходят соревнования по бегу. И они долго смотрят. Первый забег, круг. Второй забег, круг. Мальчик долго смотрел на это все. Потом поворачивается к папе и говорит, папа, папа, а че они все бегают? Он говорит, сынок, так это соревнования такие, по бегу. Понимаешь, кто из них первый прибежит, получит золотую медаль. Кто вторым прибежит, получит серебряную медаль. А кто третьим прибежит, бронзовую медаль. Понял? Да, папа, понял. А до хера все стрелее бегут? Мама, объясни мне, а как это среднее яйцо? Дотя, ну, такого не бывает. Среднее яйцо. Есть либо левое, либо правое. А зачем тебе? Да вот тут в рецепте написано, возьмите два средних яйца. Малыш приходит в магазин, смотрит долго на прилавок, а затем говорит, тетенька, тетенька, дайте мне бутылочку водочки. Мало еще. Куда тебе водочки? Ты че? Говорит, к меня папа послал. Ну, мальчик, мало ли кого посылают. Так что, из-за этого напиваться? Сыночек, тетя дала тебе конфетку. Что нужно сказать? От души, мать, ты красава. Классный подгон, салютую. Мама зовет своего сына и говорит, сынок, присядь, пожалуйста. Да, мама, слушаю тебя, что случилось? Сынок, скажи мне, пожалуйста, вот почему, когда я захожу к тебе в комнату, ты постоянно сидишь и смотришь на пустой экран монитора. Что это такое? Ну, что, мам, тут такого? Просто сижу и смотрю на пустой экран монитора. Рассказал дочке сказку про колобка, ну и подытожил, как полагается. Говорит, вот видишь, Дося, не послушался колобок дедушку с бабушкой, и его съели. Неа, папа, если бы он послушался дедушку и бабушку, они бы сами его сразу же и съели. А так хоть погулял. Гуляет мама с маленьким мальчиком в парке. Идут они по дорожке, и вдруг голубь прилетел и идет по дорожке к ним. Мальчик поворачивается к маме и говорит, мама, мама, смотри, голубь, а у нас хлебушек есть? Мама говорит, нет, хлебушка у нас нет. А ты ешь так, без хлеба. Мужик, чтобы повесить картину, значит, залез на лестницу, взял молоток, гвоздь. А внизу его шестилетний сын держит картину, помогает папе. И он прицелился и мимо гвоздя себе по пальцу как даст. Но понимая, что внизу стоит сын его шестилетний, он так, сдерживая себя, так... И сын так серьезно. Блядь, да, папа? Сынок, запомни правила жизни. Никогда не засовывай свой член в розетку. Ударь током, и ты умрешь. Хотя, если влезет, нахуй так жить. Дочь пишет письмо Дедушке Морозу и говорит, мам, мам, я тут Дедушке Морозу письмо пишу. Не знаю, что у него попросить на Новый год. Мама говорит, знаешь, доча, а ты попроси у него айпед. Папа, стоп. Доча, должен тебе открыть большую тайну. Деда Мороза не существует.